ПЕСНЯ Здравствуйте, люди добрые. Я Александр Невский. Да не держите меня, потом таблетку приму. Я Александр Невский и хочу сказать всем, кто что-то там такое против нас еще вякает, кто с мечом к нам придет, хоть Маурзинья со своим Челси и Ручным Абрамовичем. ПЕСНЯ Приходите с мечом. Выиграть не выиграем, а ноги переломаем. ПЕСНЯ Потому что, как говорится, мы мирные люди, но наш бронепоезд, да не только бронепоезд, у нас много чего стоит на запасном пути. ПЕСНЯ 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 Гореть достойно, хотя, конечно, по воспламеняемости рядом с китайскими гирляндами и фонариками Жанна Д'Арк отдыхает. А кофеварки-скороварки? Разбросать их на предполагаемом пути предполагаемого противника, и всё. Потому что разбросать, кто ж на такую кофеварку не купится. И вот пару дней они счастливы, на третьей наклоняются к ней, что-то она не кипит, и всё. Ждём донора, кто даст глаз для пересадки. Ну, китайский миксер вообще незаменим. Недорого. За пять тысяч получить аппарат для ампутации пальцев? Это же мечта любого хирурга. А китайские мины? Не догадаешься никогда. Маскируются под телевизор, чайники. Причём, интересно, приборы взрывчатку не показывают, потому что её там нет. Они взрываются сами по себе, без взрывчатки и без таймеров. Просто на следующий день по окончании гарантии. Ну, аж когда китайские исчерпают, тут наши пойдут, отечественные разработки. От одного мужика его к нам в палату привезли. Сказали, он абсолютно нормальный, не то, что вы подумали. У нас действительно бывали такие. Помню, два парня решили, что они декабристы. Пестель и Тычинкель. Ну, декабристы, декабристы, чёрт бы с ними. Но когда они по совету Ленина из третьей палаты попытались разбудить Герцена из шестой и сунули ему спящему в трусы будильник с вибратором. Нет, этот новенький, как мы, никакой мании величия. Не то, что он там Наполеон, нет. Вошёл и запросто, без понтов, здравствуйте, я Кутузов. Ну, он документы показал, что он Кутузов. Ему Александра Первый подписал из девятой палаты. И потом у него большой опыт личный. А что думаете, повязка на глазу? Пофтографировать хотел китайским мобильникам. Вот он, короче, всё объяснил. На всякий случай. Вот вы думаете, что это вдруг мы все импортные Джипы и РС отключаем, и вместо них наш ГЛОНАСС. Не соображаете? Ну, потому что вы не в нашей палате пока, поэтому не соображаете. Объясняем. Вот, скажем, захотят забросить десант. Ну, они летят в воздухе, хотят сориентироваться. Глянь в элиминаторы, не поймут ничего. Вместо карт на дисплей рубли километрами. Это бабки, которые украли, пока это ГЛОНАСС строили. Ну, и вражая десантура не сориентировалась. Садятся с своими парашютами в топкое болото. Видишь, что наши старушки клюкву собирают, кричат. О, Рашин, помогай! Ну, а старушки, конечно, они же еще с тех времен в духе интернациональной дружбы воспитаны. Бросились к болоту, тащат за парашют и кричат. Ребята, клюкву убрать будете? Полтысячи ведро. А десантники, вы, Хернет, Рашин, денежки. Ну, и старушки потеряли интерес, спасли только парашюты. Из них такие простыни. Спасибо десантникам, цар своим небесным. Не, некоторые выживут, но комары, конечно, нельзя думать, что против не глупее нас. Конечно, они предусмотрят и болото, и комаров, и спрей от них. Конечно, наш, чтобы не выделяться. Но наши опередили их на ход. Что наши добавили в этот спрей, не скажу. Это секрет его создателей, как секрет дамасской стали, унесут с собой в могилу. Но комары орут, пацаны, спрей, хоть пожрем нормально.